Сегодня мы поговорим о том, как меняется удельное сопротивление различных материалов при изменении их температуры. И начнем мы этот разговор с одного очень показательного опыта. Все мы знаем, что стекло это отличный изолятор. И мы это сейчас покажем. Здесь последовательно стоит лампочка на 60 ватт и кусочек стекла с подведенными к нему электродами. Подадим на эту цепь напряжение 220 вольт. И, понятное дело, лампочка не горит, потому что стекло не проводит электричество. А теперь мы сделаем вот что. Возьмем газовую горелку, заболим ее и разогреем этот кусочек стекла. Подождем еще немного. И лампочка загорелась. Почему же это произошло? Дело в том, что стекло является не кристаллическим, а аморфным материалом. Фактически такой застывшей жидкостью. И при разогреве в этой жидкости появляются ионы. В основном это ионы кремния и кислорода. Ионы являются подвижными носителями электрического тока. Они начинают двигаться к электродам. И если бы мы подавали не переменное, а постоянное напряжение. И подождали еще какое-то время. Мы бы даже могли увидеть результаты электролиза. И, кстати, обратите внимание на то, что лампочка не погасла до сих пор. Это означает, что стекло не остывает. А не остывает оно потому, что через него течет электрический ток. И он продолжает его разогревать. Следующий опыт мы сделаем с термистером. Или что то же самое с терморезистором. Это резистор, изготовленный из полупроводникового материала. Он находится внутри металлического корпуса. А корпус венчан в стенку баночки. И сейчас сопротивление этого резистора составляет примерно 1300 Ом. Но нальем в баночку горячую воду при температуре близкой к 100 градусам. И мы видим, что сопротивление резистора начало резко падать. Почему же это происходит? Дело в том, что в большинстве полупроводников при повышении температуры увеличивается концентрация свободных носителей. Только в этот раз носителями электрического заряда являются электроны. И посмотрите, сопротивление упало почти до 250 Ом в целых 5 раз. А теперь мы сделаем еще один классический опыт. Возьмем все ту же 60-ваттную лампу при комнатной температуре и измерим ее сопротивление. Оно составляет примерно 65 Ом. Теперь подключим эту лампу к сети переменного тока 230 Вольт. Переведем мультиметр в режим амперметра. И пропустим ток по цепи. Текущий через лампу переменный ток составляет 0,25 А. И мы можем посчитать сопротивление лампы. Надо 230 Вольт поделить на 0,25 А. Все равно что умножить на 4. И получается 920 Ом. Посмотрите, 68 Ом в холодном состоянии и 920 в раскаленном. Какая разница? Почти 15 раз. И вот тут хочется задуматься. Хотя факт, конечно, общеизвестен. Мы знаем, что сопротивление металлов повышается при росте температуры. Но почему это происходит? Ведь не может быть, чтобы количество свободных носителей в вольфрамовой проволочке уменьшилось в 15 раз. Наверняка количество электронов остается тем же самым. Или почти тем же самым. Почему же во столько раз растет сопротивление? Ну и ваши мысли на этот счет вы можете попробовать изложить в комментариях к этому ролику на ютубе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!